Продолжение следует... Прежде всего я должен сказать, что все наши исследования направлены на обоснование радиационного риска для межпланетных полетов. На этом слайде показаны особенности межпланетных полетов, которые отличают их от полетов орбитальных. Суть заключается в том, что концепция радиационного риска для орбитальных полетов направлена на оценку отдаленных стахастических последствий, таких как катарактогенез, канцерогенез, сокращение продолжительности жизни и так далее. Вот. Для межпланетных полетов эта концепция требует радикального пересмотра, потому что здесь в углу угла становится нарушение центральной нервной системы. Ну вот это вот цитата из статьи трех академиков о том, что концепция эта должна быть пересмотрена вот таким образом. Теперь, значит, собственно говоря, особенность наших исследований заключается в том, что мы изучали комбинированные эффекты, нейробиологические эффекты комбинированных воздействий двух основных факторов, которые представляют наибольшую опасность при межпланетных полетах. Это радиационный фактор и невесомость. Вот здесь вот показано, что взаимодействие этих факторов может иметь совершенно разный характер, как синергический, так антагонистический или аддитивный. Вот это нами разработана была такая вот методика синхронного комбинированного воздействия радиационного фактора и моделируемой невесомости. На грызунах невесомость моделируется с помощью методики антиартостатического вывешивания, когда крыса подвешивается за хвост под углом примерно в 45 градусов, она может перемещаться по клетке. Вот, ну здесь, значит, моделируются такие эффекты невесомости, как снятие статической нагрузки с задних конечностей и перераспределение жидкостей, то есть прилив крови к голове. Ну вот слева вы видите это, так, тут указка есть вообще какая-нибудь? А вот, вот это стеллаж с крысами, которые подвергаются комбинированному воздействию радиации и вывешиванию. Сверху крысы, которые подвергаются только воздействию радиации, они вот тут в домашних клетках. Ну вот это вот облучатель и сзади, вне поля облучения расположены крысы, которые подвергаются только вывешиванию. Ну, разумеется, был еще виварный контроль. Мы провели три эксперимента, которые различались длительностью воздействия. Значит, первый эксперимент был с 30-суточным вывешиванием, ну и, соответственно, облучением. Но облучение было, конечно, непрерывным. В течение месяца там, насколько я помню, было шесть сеансов облучения. Мы получили, ну вот, собственно говоря, результаты здесь представлены. Я не буду их зачитывать ввиду недостатка времени. Ну, самое интересное, наверное, здесь то, что вот комбинированное воздействие вывешивания и облучения у нас нарушало долговременную память по критерию условного рефлекса пассивного избегания, в то время как только облучение такого эффекта не давало. Вот, следующий эксперимент, это было 14-суточное воздействие. Ну, схема эксперимента тут представлена. Здесь вот мы получили весьма любопытные результаты, потому что при исследовании тревожности и возбудимости крыс мы получили резкое снижение тревожности и возбудимости. Вот здесь это показано по параметрам открытого поля и приподнятого крестообразного лабиринта. По сравнению с третисуточным воздействием тревожность и двигательная активность животных существенно повысилась. Тревожность снизилась, двигательная активность повысилась. Далее мы посмотрели, значит, обмен моноаминов в ключевых структурах мозга. Их шесть было структур, но вот здесь представлены наиболее показательные. Это префронтальная кора и прилежащее ядро. Ну вот то, что в префронтальной коре были снижены многие моноамины и их метаболиты, в основном это касалось дофаминергической системы, это, в общем, достаточно важный результат, поскольку префронтальная кора – это структура, которая в числе прочих функций играет ведущую роль в организации когнитивных функций. Это результаты третьего семисуточного эксперимента. Ну, они были, в общем, промежуточными между 30 и 14-суточным экспериментом. То есть была тенденция к нарушению долговременной памяти, но не достоверная. И результаты тревожности, двигательной активности тоже, в общем, занимали промежуточное положение между вот этими двумя экспериментами. Ну, вот заключение можно сделать вот такое, которое здесь представлено. Я тоже не буду его читать, потому что времени мало. Ну, мы предполагаем, что такие результаты связаны со стадиями общего адаптационного синдрома. То есть, скорее всего, семисуточное воздействие приходилось на стадию тревоги, 14-суточное – на стадию резистентности, и 30-суточное – это уже была стадия истощения. А вот, когда мы посмотрели молекулярные механизмы всех этих дел, то мы наткнулись на весьма интересный эффект. Ну, вот это серотониновые и дофаминовые рецепторы, это D1, D2, в трех структурах – это префронтальная кора, гипоталамус и стриатум. Обнаружилось, что комбинированное воздействие оказывает меньше эффект, чем воздействие вот вывешивания, ну и радиации тоже. Так, а… Вот, то же самое, значит, получили мы по ферментам и транспортерам в тех же структурах. Наши данные были подтверждены вот зарубежными авторами, которые тоже получили по апоптозу в коре мозга. Значит, они тоже получили результаты такие, что вывешивание оказывает больше эффект, чем комбинированное действие вывешивания и облучения. Потом мы начали анализировать все эти дела и пришли к выводу, что вот такие вот антагонистические эффекты взаимодействия этих двух факторов проявляются на всех уровнях организации центральной нервной системы, от молекулярного до поведенческого, то есть интегративного. Ну вот здесь как раз вот это все обобщено. Наиболее резко выражен вот этот вот эффект антагонистического взаимодействия этих факторов, безусловно, на молекулярном уровне. Таким образом, нейробиологические эффекты взаимодействия вот этих двух факторов при их синхронном комбинированном воздействии носят характер, который мы назвали интерференционным, по аналогии с физическим явлением интерференции и вызывает... может проявляться как синергические, так и антагонистические эффекты, но антагонистические, естественно, нас интересуют значительно больше, либо же появление новых эффектов в отношении поведения, метаболизма, мионоаминов и молекулярных механизмов. Вот. И не исключено, что проявление такого рода взаимодействия может приводить к нивелированию негативных последствий от воздействия этих факторов. Ну вот в этом направлении мы намерены дальше работать. Так, ну это я, наверное, пропущу. Мы посмотрели синаптический трафик. Это снари-комплекс. Ну, снари-комплекс это большая группа белков, осуществляющих слияние внутриклеточных транспортных визикул с клеточной мембраной или органеллой-мишенью. Ну вот тоже мы получили, в общем, существенные изменения по ряду белков, как входящих в снари-комплекс, так и опосредованно участвующих в нем. Ну вот это то же самое. Ну и вот, наверное, самое интересное, это эксперименты на обезьянах. По отношению к обезьянам методика моделирования невесомости это антиартостатическая гипокинезия. Это, собственно, тот метод, который применяется и на людях-испытателях. Значит, обезьяна фиксируется на специальном столе, вот таком вот костюмчике с наклоном в сторону головы, ну, примерно там 5-6 градусов. Ну, в общем, моделируются здесь те же самые эффекты, что и при антиартостатическом вывешивании у крыс. Метод исследования был разработан американцами, ну, мы его усовершенствовали, перевели на современную компьютерную базу. В чем он заключается? Здесь моделируются базовые элементы операторской деятельности человека. Это задачи слежения, выбора там и так далее. Здесь 18 игровых компьютерных задач. Значит, обезьяна играет джойстиком и вот выполняет эти задачи. Значит, вот первый уровень сложности, это, значит, нужно совместить вот этот крестик с этим голубым полем, а следующий уровень, это голубое поле, сужается до размеров прямоугольника и начинает двигаться, то есть она должна вот этим вот крестиком поймать вот это вот. Ага. Вот. И третий вариант, третий, это здесь уже такая вот, вот она должна экстраполировать направление движения, она заходит вот сюда вот. Вот. Ну, сразу могу сказать, что у обезьян чрезвычайную роль играют типологические особенности высшей нервной деятельности. Вот. Ну, вот это вот характеристика типологических особенностей, вот результаты облучения обезьян, значит, обезьяны были облучены, суточное облучение было гамма, далее облучение мозга ионами углерода и облучение мозга ионами криптона. Ну, вот вы видите, видите, что наиболее хорошие результаты, естественно, проявляла обезьяна сильного уравновешенного типа высшей нервной деятельности. А вот это вот результаты комбинированного воздействия, вот гамма облучения и облучение ионами углерода, это облучение ионами криптона, вот желтенькое, вот это вот вы видите, что вот эта обезьяна, она не только не снижала уровень успешного выполнения задач, но даже повышала. И вот это уже достоверность, это результаты однофакторного дисперсионного анализа когнитивных функций обезьяны сильно уравновешенного типа. Вот вы видите, что у нее неуклонно повышается уровень успешного выполнения задач, причем даже, так сказать, она успешно переходила на новые уровни сложности. В то время как у обезьян с преобладанием возбуждения неравновешенных были зарегистрированы существенные нарушения. Ну, это концентрация моноаминов и метаболитов в плазме крови, ну, понятно, что в мозге мы не могли смотреть, а, к сожалению, сами моноамины не проходят через гематоэнцефалический барьер, но проходят их метаболиты, поэтому все-таки косвенно мы могли судить об этом, но здесь опять же нарушение дофаминергической системы. Вот. Ну, и самые... Это предварительные выводы, и самый главный вывод, это тот... Все, все, я заканчиваю. Самый главный вывод, это то, что определяющую роль в сущности играют типологические особенности высшей нервной деятельности у обезьян, что позволяет нам рекомендовать ввести этот параметр в систему отбора кандидатов в космонавты. Спасибо за внимание.